Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня продолжение одной из самых любимых тем моих подписчиц об ароматах и парфюмах, которые имеются в моей коллекции. Одна из подписчиц спросила у меня, есть ли у меня парфюмы от Givenchy. Я сказала, что да. Пару флаконов, скорее всего, найду. Действительно, они у меня есть. И сегодня пойдет речь о парфюмерном доме, о модном доме Givenchy. Итак, дом Givenchy был создан в 1952 году. И создателем, основателем этого дома стал Юбер де Givenchy, потомок французского аристократического рода. И этот дом занимался пошивом одежды. Но позже пришла идея создать парфюм. Двигателем такой идеи стала Эдри Хёбберн, которая была подругой, товарищем Юбера де Givenchy. Кстати, очень многие считали, что Givenchy – это японская фамилия, японский тренд. Но нет, это французская фамилия. И относится, еще раз повторюсь, к старинному аристократическому роду. В 1956 году Юбер специально для Эдри создал парфюм «Эл интердит». Он ей очень понравился, но она не давала согласия на его массовое производство. Но, уговорив ее к 1957 году, она дала такое согласие, и Givenchy начал производить парфюмерию. Порядка 200 ароматов он создал. В 1985 году он продал свой дом. Туда пришел в качестве дизайнера Джон Гальяно. Но парфюмерию продолжали выпускать, продолжают выпускать под маркой Givenchy. Что у меня есть? У меня есть, как всегда, винтажный вариант коллекции от Couture от Givenchy. Коллекция номер один, которая была выпущена в 2000 году. Открываем. Вот такая вот замечательная коробочка. И духи в мешочке. Вот такой очень красивый флакон с силуэтом девушки. Как всегда, будет очень много хороших, замечательных, великолепных, в превосходной форме слов. Это необыкновенный аромат. Это настолько комплиментарный аромат, что, ну, вряд ли, если рядом с вами окажется мужчина, не сделает вам комплимент. Все прошло на собственном опыте. Когда в кабинет заходил кто-то из мужчин, то обязательно спрашивали, чем так вкусно пахнет. А вкусно пахло малинкой, которая есть в этом аромате. Кроме малины, бергамот, апельсин, перец, магнолия, ветивер, амбра, сандал, мускус. У меня еще есть бель де опиум, и вот они как-то перекликаются. Но вот от кутюр он более нежный, более прозрачный такой. Хотя по составу в формуле кажется, что большинство ингредиентов совпадают. Но вот этот действительно нереальный просто аромат. Берегу его и крайне-крайне редко использую, потому что уже теперь его не купить. Его давно уже не купить. По-моему, где-то в 2011-2012 году их вообще сняли с производства. И вот у меня вот есть. Что еще хотела сказать? Вот по ощущениям, это такая ранняя-ранняя весна, когда еще... Ну, может быть, вот как сейчас погода стоит. Начало плюса, где-то плюс 8, плюс 10. И если его надеть и выйти на улицу, и идти, уверяю, за вами пойдут, и у вас будут спрашивать, что это за парфюм. В общем, абсолютно замечательный парфюм. Восточный, цветочный. Коллекция номер один. 2000-й год. Вот такое богатство. Сразу берем в мешочек. А следующий... Точнее, его надо было, конечно, представить первым. Это Амаридж. Ну, здесь вопросов нет. Этот аромат, это вообще создание этого парфюма. Это революция, которую Живанши произвел в мире парфюмерии. И расскажу, почему. Дело в том, что он был создан путем включения ингредиентов, в основном синтетических, которые, напоминаю нам, точнее, воспроизводят вот такие растения. Нарцисс, мимоза, фиалковый лист, гордения, сандал. Но если у кого-то мужчины пользуются фаренгейтом, вот у меня сын и муж пользовались ими, вот там есть вот этот фиалковый лист. Создает вообще незабываемый, неповторимый аромат. Вот здесь он тоже есть. Но реально, если я вам скажу, что здесь также содержатся флердоранж, мандарин, нерали, персиковый цвет, слива, гордения, иланг-иланг, мимоза, орхидея, роза, жасмин, мускус, сандал и ваниль. А все это создано из химических молекул. В частности, есть такая молекула гедион. Это молекула с ароматом жасмина. А еще одна молекула – это изо-Е-супер. Так называется аромохимическое вещество. Это тайна большая у парфюмеров, которая сочетает в себе, включает в себе как бы амбровые ноты, цветочные ноты, древесные, пряные, перечные. И именно эта молекула – изо-Е-супер – создает невероятную абсолютно стойкость. Эта молекула послужила созданием парфюма молекула-1. Думаю, что у многих она была, но вот так, вот так, да, вот так. Будет правильно. Многие, кто покупали этот парфюм, говорили, что он ничем не пахнет. Оказывается, не все носы улавливают аромат этой молекулы. Это изо-Е-супер. Когда я услышала на одной из дам вот этот едва уловимый аромат, спросила, что это. Она мне сказала, молекула-1. Какая молекула-1? Она говорит, ну, такой парфюм. Ну, такой парфюм, ладно. Начала искать, нашла его, приобрела. И это действительно потрясающе абсолютно. Я даже не знаю, как это определить. Это чистота воздуха. Это какая-то вот девственная природа. Потрясающе абсолютно. Один флакон был использован, ну, буквально в течение полугода, наверное. И потом вот купила второй флакон. Очень хорошо. Это я не знаю, ну, я сама придумала это. А может быть, так и надо. Иногда, вот допустим, аморидж, я не могу его в чистом виде. Мне кажется, он очень такой убойный. А вот с молекулой, когда их совмещаешь, то он как бы разбавляется и не такой густой получается. Очень нравится. Вот что касается этой молекулы, могу сказать, что было выявлено по жалобам потребителей, что у некоторых возникали проблемы с кожей. Когда попадал на кожу этот парфюм, то его запретили использовать в тех количествах, которые он прежде использовался, и разрешили использовать сначала только 10-15 процентов в составе парфюма. Сейчас дошли до 21 процента. Но он такой, что надо пользоваться очень аккуратно. Что хотела бы сказать о молекуле. Вот она попала на кожу, и ты через несколько секунд буквально, ты не чувствуешь её. Нет её. Пропала. И минут через 15 вдруг она появляется. Вот такая волшебная молекула. В общем, мои дорогие, волшебства очень много. И когда мы думаем, что да, вот фиалкой пахнет, нарциссом пахнет, а на самом деле это самые элементарные молекулы. Но нас это не разочаровывает отнюдь. Мы пользовались, пользуемся и будем пользоваться парфюмами себе на радость. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо за вашу поддержку. Желаю всем здоровья и мира. Всего самого доброго. С уважением. Ваша Светлана. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok